Время новостей на телеканале Дом, студия Анна Нитченко. Здравствуйте. Минимум заболевших за два с половиной месяца. В Украине за минувшие сутки выявили 4385 случаев COVID-19. В последний раз такую цифру фиксировали в начале октября. Выздоровевших на сегодня 7191 человек. В полтора раза больше, чем заболевших. Больше всего новых случаев в столице, а также в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, несмотря на снижение заболеваемости, в ведомстве не будут инициировать изменения в карантинные ограничения. Они, напомню, должны вступить в силу с 8 января. По наших прогнозам, після новорічних свят, мы прогнозируемо увеличение количества хворих. И это у нас будет попадать на сечень. Также у нас из года в год мы рассматриваем увеличение количества хворих на грипп. Это сезонное увеличение количества хворих на грипп. Оно припадает, начинается с конца сечня. Для нас очень важно прийти до этого увеличения количества хворих на грипп, с максимальным снижением навантажения на медическую систему. 343 новых случаев COVID-19 выявили за минувшие сутки в оккупированном России и Крыму. 8 пациентов скончались от осложнений. Всего с начала пандемии самопровозглашенные власти полуострова признали более 24 тысяч случаев заболевания. На временно неподконтрольной Киеву территории Луганской области сообщают о трех смертельных исходах от COVID-19 за сутки. При этом о новых случаях заболевания в Ордло информации нет. Новый штамм коронавируса распространяется по миру. Его обнаружили в Швейцарии, Франции, Японии, Швеции, а также в Испании, Ливане, Норвегии и Португалии. Изначально этот штамм выявили в Великобритании. Доказательств того, что он более смертоносный, нет. Однако, по мнению экспертов, новый штамм коронавируса на 70% быстрее передается. В настоящее время многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией. А Япония с сегодняшнего дня запретила въезд иностранным гражданам и не выдает визы. Я думаю, этих мер недостаточно. Несмотря на то, что Япония предпринимает меры для противодействия этой разновидности вируса, в Японии все еще есть сообщения о случаях заболевания. Поэтому я думаю, что лучше ужесточить ограничения еще немного. Японское правительство должно сделать все возможное, чтобы защитить своих граждан. И да, это может быть полный запрет на все страны. Для меня было довольно необычно приехать из Мельбурна, где, как мне кажется, за более чем 50 дней не было ни одного случая. В Японию, где число случаев COVID-19 на самом деле растет. Финансовое состояние страны, борьба с COVID-19 и урегулирование ситуации на Донбассе. Такие главные вызовы на следующий год назвал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, переговоры лидеров стран нормандской четверки блокируют Россию. Это вакцинация, это обеспечение системы охраны здоровья, всем необходимым. Обороноздательность плюс, я все ж таки сподіваюся, что мы сможем выйти из этого немного глухого кота, который мы спостерегаем на уровне нормандского формата. По итогам саммита Крымской платформы по деокупации полуострова будет подписана декларация. В ней зафиксируют, что Российская Федерация – это страна-агрессор, нарушившая международное право, а также политику непризнания оккупации Крыма и давления на Россию. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Мина Джипарова. Декларация будет открытой, к ней смогут присоединиться все страны. Саммит запланирован на май 2021 года. Крымская платформа, напомню, это новый международный формат для координации усилий по деоккупации полуострова. 302 украинца встретят Новый год в неволе. В России, оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Киево территориях Донбасса. Об этом сообщает Центр гражданских свобод. Организация инициировала акцию «Зимний марафон писем для узников Кремля». Поименно перечислили всех удерживаемых и адреса мест лишения свободы. В течение декабря и января организаторы также будут публиковать письма самих заключенных. Слова поддержки их родственников и известных украинцев. Один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушения двухэтажки в Кривом Роге. В старом здании ночью упало перекрытие между первым этажом и подвалом. Дом не жилой, но там обосновались люди без определенного места жительства. Спасатели разобрали завалы, травмированному оказали помощь. В Баренцевом море затонуло осудно с 19 рыбаками на борту. Двоих удалось спасти, 17 пропали без вести. По предварительной информации, причиной крушения стало обледенение. Спасатели ведут поисковые работы. Об ухудшении погоды в Украине предупредили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Ожидаются сильные порывы ветра, а также обледенение на дорогах. В частности, в Черкасской, Днепропетровской и Луганской областях. Спасатели отмечают, непогода может привести к осложнению движения на отдельных участках дорог. Иконы на Камбале. В Херсоне решили воссоздать древнюю чумацкую традицию – писать лики святых на сушеной рыбе. Уникальную технику нашли в архивах местные краеведы. Больше расскажут наши корреспонденты. Это вот они показаны на сайте музея, приведены на них инвентарные номеры, что они из Украины указаны. Ну и тут вот они показаны в экспозиции. Краевед Андрей Лопушинский показывает архивное фото икон, которые написаны не на дереве, а на сушеной Камбале. Работы середины 19 века. Изображение ученый нашел во время изучения истории украинских чумаков. Исследователи предполагают, что такая икона была дорожным оберегом для чумаков, которые ездили на Херсонщину и в Крым за рыбой и солью. После успешного возвращения лик отдавали в церковь. Краевед решил и сам попробовать создать из рыбы холст. Вычищается вот тут внутричьи, потом она солится, сушится. Бажаю на півроку, чтобы просохла. И лицевая поверхня вкрывается изображением, а заворотня залишается. Заготовку Андрей отдал местной художнице. Оксана Осноч на творческий эксперимент согласилась и масляными красками написала икону. Процесс оказался увлекательным. И теперь в коллекции художницы несколько десятков работ. Покрова Божией Матери вважается иконою-захисницей казаків и чумаков, и святой Миколай, который рятует подорожних. Чтобы работы не пахли рыбой, Оксана решила экспериментировать с гипсовыми заготовками. И кроме икон изображает на рыбе украинские мотивы. Несколько икон уже находятся в музеях. Остальные работы мастерица дарит, а в будущем планирует собрать выставку уникальной техники иконописания. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Херсон. Твой дом. Копию обеденного сервиса королевы Марии, бабушки британской королевы Елизаветы II, выставили на продажу в Лондоне. Парфоровой посуде из миниатюрного кукольного дома почти 100 лет. В наборе 76 предметов. Сервировочные блюда, супницы, миски, обеденные и боковые тарелки. Все с позолоченными деталями, монограммой и эмблемой короны. Над крошечными столовыми приборами работали полторы тысячи художников и мастеров. Ожидается, что винтажная коллекция будет продана на аукционе «Сотпис» за несколько десятков тысяч долларов. В начале 20-х годов прошлого века, около ста лет назад, благодарная нация хотела подарить королеве кукольный домик. Люди обратились к известному в то время архитектору Лаченцу, чтобы он сделал сам домик. Они также пошли ко всем крупным компаниям, чтобы они сделали предметы обстановки. Там были столы, стулья, водопровод с горячей и холодной водой. К нам же они пришли за посудой. В этом выпуске «Ставим точку», уже готовим следующий. Тем временем, традиционно, заходите на наши страницы в Ютубе и Фейсбуке. Хорошего дня, до встречи.